Крысы атакуют, ветхое жилье разваливается, дороги разбиты, ответственные лица исполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Очередное нашествие крыс поражает жильцов этого дома. Сейчас они добираются до пятого этажа по стене. Страшно представить, что же будет дальше. Я на самом деле в шоке была. Я взяла телефон, просто бросила всю готовку, я сняла видео, потому что мы не знаем, как бороться. На нас не обращают внимания, ничего не делают. Добраться до пункта назначения для жителей села Солнечное, как сыграть в квест. Нужно придумать, как преодолеть препятствия и не получить травм. Это еще нормально, более-менее. Бывает и хуже. Вот потеплее станет, самостоятельно пройдет. В доме на Георгии Сакова крысы вылезают из унитаза. А на Попова 96 живут крысы-спейдермены и гуляют прямо по внешним стенам многоэтажки. Интересно, дойдут ли они до девятого этажа? Конечно, дойдут. Пятый этаж. Представляете, пятый этаж. Крыса ползет по стене. Наталья живет в этом доме год. Однако грызунов заметила сразу же после переезда. Вот такое незавидное соседство. Позавчера, когда я зашла на кухню, смотрю, птички вьются. Я думаю, что такое там закипишь птичками. Открываю шторку. А у меня напротив, получается, у меня кухонное окно вот сюда выходит. А вот на этой стороне просто крыса ползет на пятом этаже. А у соседей окошки все открыты, сеток нет. То есть она пыталась уже в квартиру в чью-то просто прыгнуть. Ну, я на самом деле в шоке была. После публикации видео в интернет-сообществе управляющая компания отреагировала и потравила крыс, говорит Наталья. Но грызунов травят, а результата нет. Мы просто предположили, средства, которым травят, не очень эффективны. И на самом деле так оно оказалось, потому что я вот вчера беседовала с этими ребятами, которые ходили по подвалу. Там, говорит, лежит зерно совершенно не протравленное. Просто, понимаете, люди приходят, разбрасывают это зерно, получают какие-то деньги на карман и уходят приспокойно. То, что у нас в доме творится, всем абсолютно наплевать. Проблема была, но не в таком масштабе. Активная атака грызунов началась летом прошлого года. На доме числится человек, который занимается выкаткой мусорных баков, уборкой мусорокамерных камер. Но у него летом случился сердечный приступ. И у него был длительный больничный лист. При этом управляющая компания не ставила нового человека. В августе прошлого года они просто пришла управляющая компания и положила кусочки небольшого пенопласта, чтобы, собственно, они там их прогрызли, либо оно там уже ветром все вынеслось, и вопрос был не решен. Я с маленьким ребенком с годовалым выхожу, и вот здесь за дверью была дырка. И они из этой дырки кидались на ноги, просто шипели. То есть с маленьким ребенком, когда выходишь, ну, это прям страшно. У меня муж вышел, залил все, забетонировал. На самом деле подъезд в ужасном состоянии. Если в тех подъездах хотя бы ремонт сделали, наши два подъезда, не хватило денег. Вон она, вон она, вон она. Кстати, дома вслуживает та же управляющая компания, что и дом 251 на Георгия Исакова, ДЭС-1 Ленинского района. С руководством сначала согласовывайте, никто с вами общаться не будет. Пусть руководитель дает указания кому-то, и назад в приемной звоните, так что никто с вами разговаривать не будет без команды руководителя. Вот, вынесла специально посмотреть, сколько я уже написала писем, и сколько мне ответов пришло. Ну, ВОЗ и ныне там, нам один ответ всегда нет денег, а там они грознями висят на мусорном баке. Жильцы пытаются бороться своими силами, закрывают отверстия плитами. Однако, в корне проблему это не решает. Нужно соблюдать чистоту, чтобы не было захламленности, не было продуктов питания, свободного доступа, закрывать окна, закрывать двери, вентиляционные решетки, смотреть все эти коммуникации, чтобы не было дыр, щелей, и все заследить за чистотой, порядком. И травить, конечно, надо, потому что здесь уже никто не отменял и не отменит, потому что крысы живучие очень. Жители села Солнечное уже больше недели с трудом добираются до работы, магазинов и школ. Дороги превратились практически в реки. Моя коллега Валентина Аскерова общалась с подтопленцами и выясняла, а предпринимает ли какие-то меры местная администрация. Скопилось большие массы снега на дорогах, и вот сейчас они начали таять, образовались колеи, вот эти навалы, провалы. В селе Солнечное начался пляжный сезон. Правда, стихийный, не совсем своевременный. В марте растаявший снег превратился в огромные лужи. Пройти сложно, бери гидрокостюмы, плыви, называется. Кому такие развлечения не нравятся, пытаются проехать на легковушках, застревают, ломаются. Я сам застревал, было дело. Как проезжать машинам скорой помощи? То есть для оказания медицинской помощи, если вдруг что-то понадобится, каким образом это все делать? Село Солнечное начало подтапливать неделю назад, после температурных качель. На этой неделе жители некоторых домов не могли выехать на работу, в школу, сходить в магазин. Люди обращались за помощью главе сельсовета. Тот, в свою очередь, рассказывают жители, порекомендовал оставлять транспорт и идти пешком. Каким образом мы сейчас туда дальше должны пройти? Как вот здесь вот пенсионер должен перепрыгнуть? То есть приходится прям краешком-краешком? Да, это еще нормально, более-менее. Бывает и хуже. Вот потеплее станет, и вот так не пройдет. Без резиновых сапог, наверное, здесь никак? Да, никак. Потеплее будет и без лодки никак. Задаем вопросы главе сельсовета. Ну вот у него интересные ответы, то есть с каким-то пафосом определенным. Ну что вы хотели? Это же стихия. Стихия нагрянула на нас неожиданно. Потерпите, все растает, естественным образом проблема уйдет. Сутки почти откачивали воды, чтобы не было подтопления домов. Второе. Ну вот то, что сейчас на дорогах происходит, это, конечно, стихия. И здесь мы перед стихией, не только же солнечной, мы же бессильны. Когда подтаивает, убирают снег. Когда появляется угроза подтопления домов, откачивают воду. Но этого явно недостаточно, говорят люди и добавляют. При первых же солнечных лучах солнечное поплывет. Нужно уже отдалбливать налет, чистить дороги. Но сельсовет не помощник, возмущаются люди. И начинают бороться со стихией своими силами. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин